Стоп-фактор, когда ты не чувствуешь команды. Мы обычно не смотрим предпринимателя, у которого нет команды. Вы говорили тогда, что русские деньги токсичны. Ничего не поменялось? Нет, ничего не поменялось. Никаких госденег в нашем фонде не может быть. Значит, я многие вещи делаю, которых вы не знаете. Вот здорово. В России так не принято. В России ты должен участвовать на ровных. Есть такое понятие. Кому вы никогда не родите денег? Всем привет. Это Forbes Capital. Я Елена Тафанюк. Сегодня мы говорим с легендой российского венчурного рынка Александром Галицким. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Все венчурные инвесторы всегда, когда ищут новый проект, говорят, что они смотрят на команду. Да. И выбирают по людям. Но на самом деле, вот эта фраза, она ничего не значит. А можете пояснить, что конкретно вы смотрите в людях? Вы знаете, это вопрос такой, что я вообще считаю, что с какого-то момента все венчурные капиталисты превращают некое HR-агентство, да, еще с психологическим уклоном. То есть, по сути дела, мы смотрим на то, что с этими людьми надо жить очень долго. И комфортность отношений не в том, чтобы они тебя слушали, потому что ты не всегда прав, а в том, чтобы найти некую такую составляющую, чтобы удобно было верить в то, что с этими людьми что-то получится. Потому что, если ты заходишь на ранней стадии, это минимум 5-6 лет, а то и 10 лет совместной жизни. И это достаточно длительный период для того, чтобы зайти с кем, с кем ты как-то чувствуешь себя напряженно. Поэтому это множество вопросов изучения человека, команды, отношений. Хорошо, когда ты знаешь человека, он повторно к тебе приходит, но это легко. Или ты его изучал достаточно долго. Но бывает, когда очень горячее, хорошее дело, и тебе надо очень быстро это сделать. Вот это вот самый сложный момент, не ошибиться. И что, тогда детективы нанимаете? Нет, нет, нет. Ну, просто много вопросов. Ну, как похоже на агентство, да. Там много вопросов, много человеку вопросов, команде вопросов, окружающему миру вопросов. Для того, чтобы понять его психологию, там, и отношения к стрессам, и ко всему. Набор, ну, таких стандартных вещей, которые мы уже накапливаем с годами, естественно. Но это не вы лично делаете. Почему? Многие вещи это делает команда, это, как мы смотрим, все равно же принятие решений делает команда, вкладывать деньги или не вкладывать. Поэтому, так как это командная игра, то практически все каким-то образом участвуют, да. Ну, кто-то кого-то знает, кто-то удобнее спросить, кто-то с кем-то общался в юности, кто-то с кем-то общался в процессе обучения и так дальше. Ну, просто летел в самолете даже. Поэтому, с этой точки зрения, это вот такой вот процедурный вопрос, я бы сказал. А какие стоп-факторы? Вот есть красные флажки? Все предприниматели, это естественно, и любой человек любит приукрашать настоящее и свое будущее, да. Это нормальное стремление человека сделать, как бы, то, к чему он стремится, приблизить себе. Вот, и вот эта дистанция от сегодняшнего состояния и будущего, это одна история. Второй стоп-фактор, когда ты не чувствуешь команды. Когда человек подчиняет всех себе, это очень хорошо, когда он лидер, но при этом команда его чувствует или она просто-напросто подчиняется, потому что он считает, что так нужно делать. Командная вот эта история, она очень важна. Это некий второй фактор. То есть мы обычно не смотрим предпринимателя, у которого нет команды. Это просто-напросто один из таких стопов. И третий, когда ты видишь какие-то недостатки, у нас такие есть вопросы, когда ты задаешь, и ты вокруг этого плаваешь, там ходишь, и человек уходит от этого, он пытается выдать, что у него нет. У нас у всех есть недостатки, да. Кто-то что-то любит, я не люблю цифры, кто-то не любит еще чего-нибудь. Соответственно, с этой точки зрения, ты, если видишь, что человек начинает себя обманывать сам, то это тоже. Ну, как бы таких три основных, я бы сказал бы. Ну, я не беру там криминал, какие-то там другие вещи, это все понятно. А какие вот, какие вопросы? Если он что-то делал до этого, ты задаешь вопрос, как это он делал, да, с кем он это делал, как он решал проблему ту или иную, когда он рассказывает, с кем он ее решал, обращался ли он к кому-то. Ну, вот, ты начинаешь исследовать, умеет ли он, умеет ли он работать в команде. А потом делаешь, соответственно, перекрестно, где ты находишь контакты этих людей, там, пытаясь выяснить, да. Не просто, потому что типичный вопрос, кто может быть референсом, он ни о чем, да, потому что люди для референса дают людей, которые, ну, обычно скажут. У меня случай был в жизни, я нанимал еще свою компанию CEO, то есть, когда я понимал, что надо компанию поднять на другой уровень, я написал письмо одному известному очень человеку и говорю, вот, что ты скажешь про этого человека? Типичный американский ответ, если бы у меня была возможность, я бы его нанял бы. Ну, вот, а когда ты встречаешься потом с ним лично и говоришь, слушай, ну, он же все равно, ну, как бы вот это, ну, что ж ты ко мне не заехал, не поговорил, я бы тебе сказал. То есть, вот этот вот момент весьма такой важен. Поэтому референс, как правило, работает, ну, не очень хорошо, да, то есть, надо вокруг него работать. Это, я думаю, и в Эчаре должно быть, но в нашей деятельности это точно, этого недостаточно. То есть, надо найти врага? Не, надо не найти врага, надо найти просто людей, которые конкретно с ним что-то делали вместе. И, ну, ясно, есть люди, которые недовольны и могут сказать о каких-то вещах, это нам уже сопоставить, а насколько этот человек адекватен или неадекватен. Но, но, тем не менее, весьма важно понять, по сути дела, умение его за, даже, как он решал, если это были у них конфликтная история, как решалась эта проблема. Вот, это тоже достаточно такая история. До этой стадии еще надо дойти. Если вы делаете, занимаетесь серией A, там, которой мы занимаемся, мы делаем, ну, две, ну, максимум четыре сделки в год. Это не так много, да, это сессия. Конечно, мы смотрим очень много, но и количество там с мусором всяких вещей, которые к нам приходят, это около тысячи. Но потом ты срезаешь это, срезаешь, срезаешь, держишь все время 10-15 лучших сделок в обороте, там, наблюдаешься за кем-то, да, потому что я познакомился, я хочу увидеть, а куда они продвинулись, то есть не сразу бежишь, что за ручкой. Очень редко бывает, когда, я думаю, у нас была одна сделка, когда мы просто сказали, давайте, мы подпишем сейчас прямо, да, ну, это было один раз. Это секрет, что это за сделка? Ну, да, она еще живая, поэтому я думаю, что это пока секрет, потому что мы еще не знаем, насколько она будет удачной. Потому что, вы понимаете, мы заходим, когда в сделку мы все, они очень классные окажутся. И со временем как раз есть много влияний на это дело, но может повлиять коронавирус или какая-нибудь другая история, но часто может повлиять чисто человеческий фактор, но часто технологический фактор и окружение, и множество всяких вещей, скорость движения в каких-то направлениях. И поэтому какая-то сделка, которая оказалась совершенно не то, что убитая, а медленно растущая, такая стагнирующая, вдруг выстреливает сумасшедшим образом. А бывает та, которую ты ставил на нее, там, считал, что вот она сейчас там три года и IPO, она оказывается, ну, немножко не такой, как ты представлял. И это все происходит не потому, что они были вначале выбраны неправильно, а потому что где-то вот эти факторы где-то не сработали. Где-то личный фактор может не сработать, где-то еще какой-то. У нас была сделка, когда люди, человек бросил все, переехал, они начали работать вместе там и так дальше там, и начинали работать не видя друг друга, да, то есть и создали какой-то продукт, а потом оказалось, когда они съехались вместе, вот сначала все было хорошо, а потом как бы прошло такое очень, ну, расставание, да, которое не очень хорошее. Это тоже мы ошиблись здесь в сфере в команду, которая вот образовалась таким чудесным образом. Бывает. Кому вы никогда не дадите денег? Ну, я не знаю, у меня нет такого понятия, что кому я не даю. По человеческим факторам, да. А дальше, если человек не вписывается в нашу какую-то... Ведь мы пытаемся играть так называемых умных венчурных капиталистов, да, с умными деньгами и так дальше, поэтому мы пытаемся вкладывать деньги в те области, которые нам хорошо знакомы, и где у нас есть вот эта возможность какого-то лифта поднять эту команду вверх. Да, это значит, у нас есть знакомые, связи там, нас воспринимают, мы воспринимаем кого-то, да, следующие раунды, которые мы можем с кем-то сделать, да, это надо было выстраивать. В первом фонде у нас были там хорошие коинвесторы, да, во втором они стали лучше. То есть это же вопрос такой, да, ты формируешь свою репутацию, поэтому много фондов, которые бывают одноразовые, есть фонды, которые там два, то есть перейти в серию очень сложно, и когда ты становишься серийным фондом, с другой стороны, с одной стороны ответственность возрастает, с другой стороны у тебя появляется обойма уже связей, которые достаточно сильные. Твои компании, которые выстрелили, дают достаточно много эффекта, да, потому что не секрет, что там многие вещи сиквои строятся вокруг фейсбука, там, да, Клейн и Паркинс все выстраивал вокруг гугла, вот, и какая-то компания там типа Бессмера заработала там еще на какой-то компании, да, и вокруг этого выстраивается экосистема. Когда появилась какая-то сильная-сильная история, ты можешь что-то выстраивать, ты можешь что-то вести, у тебя появляется возможность своей компании продать этому чемпиону, а у тебя появляется за счет этой компании репутация большая. Ну, вообще есть множество вещей, которые по-другому начинают вести твою, поэтому венчурные, ну, это может также закончиться быстро, да, был такой классный фонд US Venture Partners, который у меня партнер сейчас работает, думаю, старый коллега, еще по саму Мехросистемс, входил десятку, топ-тир, а сейчас, я думаю, даже там, если он тридцатку входит, то это уже будет хорошо. То есть вот просто время прошло, поменялись люди, поменялось, или там Мох Давидов такой фонд вообще считался супер-пупер фондом, ну, вот, история поменяла эту историю. А кто такой вообще хороший венчурный инвестор? Это тот, кто заработал 100x? Хороший венчурный инвестор, который оставил, по сути, дал зарубку на технологическом этом бизнесе, да, появились компании, которые остались в памяти, да, или которые, ну, в хорошей памяти, потому что есть очень много компаний, которые остаются в плохой памяти у людей, но те, которые там выстроились, да, там, вот, Бессмерс делал, Вересайн, например, да, это была история, это был большой прорыв там в области интернета, возможности делать верифицированные подписи и так дальше, да, то есть сертификаты и все то, что мы пользуем сейчас. Ну, вот, ну, вот, у Клайнеров там есть этот Google, у Sequoia есть Facebook, все равно есть визитная карточка каких-то зарубок, которые есть. Вот фонд, который достиг такого результата и оставил десятилетие какую-то, такую зарубку, наверное, он того стоит. Ну, как бы, там же мы же скажем, даже если там Баринг Восток позиционировался сначала, как private equity, да, то есть фонд, ну, там, Елена и Майкл, они сделали, по сути дела, Яндекс, и они ставили зарубку в российской истории. А вы хорошие венчурные инвестиции? Это пусть кто-то говорит, хорошие мы или нет. Я многими вещами бываю недоволен и недоволен всегда, но, как бы, ну, да, ну, как бы мы сделали что-то. Мы выпустили из своих рядов еще руну капитал, поэтому я считаю, что, ну, что-то мы сделали в этой жизни. Ну, не Facebook, конечно. Ну, не Facebook, ну, не Facebook, ну, у нас есть такие неплохие сделки. Ну, сейчас мы ждем, у нас есть очень интересная сделка, я думаю, она стрельнет, и мы... Еще не объявляли? Не, ну, она растет, это одна из наших портфельных компаний. Если брать компании, выходцы из России, конечно, у нас есть знаковые компании. И если считать и параллели, и считать Акронис, и считать Акуматику, ну, как бы, это компании, которые вышли из России и оставили зарубочку, пусть не большую, но зарубочки на мировом технологическом дереве, да? Поэтому такого рода там вещи, я не считаю, что там участие в Яндексе, оно было там каким-то прорывным или каким-то, потому что мы там участвовали больше стратегических позиций. Но тем не менее, да? То есть, ну, а там, если брать покупателей наших компаний, то это тоже характеризует, то купил твою компанию, да? Если брать то, что у нас покупали, и тот же Skype, и Microsoft, и ребята под названием SoftBank, и там Verizon, большой оператор, да, американский, то я думаю, что какие-то вещи, они уже отмечены там в каком-то... Поэтому, ну, это такие маленькие-маленькие точечки на этом дереве, я бы сказал, пока еще. Вас называют легендой венчурного рынка, но я вам сейчас про другое задам вопрос. А кто самый крутой инвестор в России венчурный? Не считая вас. Я поэтому сказала, что вы легенда, давайте самому крутого назовем. Не, ну, смотрите, по результатам, естественно, если брать вот чисто исторически, пусть это называлось не венчурным фондом, но все-таки Леонид Богославский сделал достаточно много, да, то есть и, пожалуй, как бы у него такая продолжающаяся история. К ней можно относиться по-разному, там, можно по-разному смотреть, как он строит, как он делает, да, но я думаю, что вот если бы я ставил бы какой-то там рейтинг, то, наверное, Леонид относился бы как раз к этим людям. Он начинал раньше всех, раньше меня, да, то есть пусть это не называлось венчурным фондом, но, собственно, они инвестировали тот же Яндекс через Ру Холдинг, и, соответственно, вот эти истории, у него такого нет повторения, фонд, фонд, фонд под одним названием, но он строил свою историю, да, которая сейчас заметна на каких-то рынках, и на индийском, и где-то на российском, и где-то на американском, ну, то есть, ну, достаточно, вот, я бы так сказал бы. Но он не берет деньги в управление. Ну, это неправда, ну, не будем так. Он мне так сказал. Хорошо. Несколько лет назад мы с вами выдавали мне интервью, написали статью про вас, и вы говорили тогда, что русские деньги токсичны, ничего не поменялось? Нет, ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Грустно становится то, что токсичным являются не только деньги, но и люди. Это та грусть, которая одолевает меня, да, и с этой точки зрения, например, в третьем фонде у нас требования наших LP, которые limited-партнеры, которые заходят, и не только институционные, которые привлекают деньги из различных источников, там, фонды фондов или там, европейский банк развития, но и частные инвесторы опасаются, да, того, что наши вложения там в компании, которые имеют большой бэкграунд из России, например, может вызвать достаточно нехорошую для нас историю. И это грустная история, потому что я достаточно хорошо верю в инженерный потенциал Российской Федерации, и это такое ограничение достаточно сильное для нас. Вот, поэтому токсичность, да, мы очень вот этот, ясно, что никаких госденег в нашем фонде не может быть. Я слышала, что это так. Частные предприниматели, ну, они проходят все кое-оси, если прошел кое-оси, ну, ради бога. То есть я стал меньше опасаться, например, когда я раньше еще говорил, что брать деньги у российских людей опасность в другом состоит, в том, что коммитменты они свои могут остановить, выполнять, потому что не искоренилось, если у меня стиль жизни был там, условно, летать на частном самолете, то я в трудную минуту откажусь от каких-то моих внешних обязательств, но продолжу летать репутационно на этом частном самолете. Вот это вот та часть, которая осталась, да, и это наблюдается и сейчас, там у нас в третьем фонде один предприниматель подписался, но как бы решил, что он не может выполнять свои обязательства. Российский? Российский, да. То есть вы берете российские деньги? Нет, я же поправился. Понимание российские деньги для меня, но если человек живет на три страны, его считается российским или он там какой, да, сложно сказать, если у него три паспорта, он какой, да, но выходец из России, да, естественно. Но я при этом, если он прошел QIC наших лимитед партнеров, которые являются институционными, так называемыми. Так, и что, началась пандемия, и он сказал, что нет, знаете что, я лучше у вас деньги заберу, на частном самолете летать не перестану, так? Ну, типа этого, да, бывает. Такое бывает. Пожалели, что приняли его? Нет, вы знаете, но это же тоже личный выбор каждого, в конце концов, да. Человек хотел, там, это не критично, это небольшая сумма, там, мы от этого не чувствуем какого-то огорчения или чего-то, то есть мы достаточно хорошо обеспечены финансами для того, чтобы там двигаться, да, это критично, когда человек коммитмент сделал большой. Поэтому такие риски могут быть не только с российскими, естественно, в современном состоянии, это одно из самых больших опасений современных фондов, если так уж говорить, и когда говорят, что венчурные инвесторы перестали инвестировать, то это касается именно тех фондов, где коммитменты, но люди говорят, подождите, да, то есть это делают не только частные сейчас люди, но и фонды фондов, потому что начинается некая перестройка в этом процессе, потому что если фонд или какой-то family office, да, какой-то, то есть приоритеты могут поменяться в каком-то семейном офисе по отношению к инвестициям. Одно время было очень модно, вот буквально там несколько лет назад было очень модно привлекать деньги не у фонда фондов, которые складывают деньги из разных источников, а именно у так называемых family offices, потому что они состоятельные, богатые, там появились грамотные управленцы и так дальше. И с этой точки зрения было такое стремление туда уйти, но на сегодняшний день это как бы опять откат пошел обратно, потому что многие семьи тоже начали испытывать какие-то проблемные истории. Я вот хочу вернуться немножко на шаг назад. Я слышала тоже, что российские предприниматели стали токсичными. А вот что в этой ситуации им делать, с вашей точки зрения? Но это же не означает, что они перестали придумывать, или стали менее профессиональными, или менее перспективными. Но что людям-то делать? Ну, вы знаете, здесь рекомендации можно дать несколько, да, то есть моменты строительства своей репутации. Это одно из важных таких вещей, потому что ты становишься токсичным, если у тебя репутация какая-то сложная. Я когда все обернулось в обратную сторону какую-то, я говорил, что в 90-е годы в западном рынке были построены на доверии к персоналиям. То есть если тебе поверили, тебе доверяют, и это происходит очень простым образом, как в моем случае, когда оглашалась сделка с Sun Microsystem еще в 93-м году, и про меня напечатали какую-то статью относительно моих каких-то там советских еще дел, и можно ли мне доверять и так дальше. Мне позвонил там тот же Скотт Макнили и спросил, там уже назначена пресс-конференция, и все, это правда или нет. То есть доверие мне, что я сказал нет, и ясно, что они потом искали подтверждение, их не нашли, и, соответственно, доверие, оно укрепило мое там отношение ко мне, многих людей в той же Силиконовой долине, да, и это доверие не пропало там и сейчас, да, то есть я знаю, что мне доверяют, да, там какой-нибудь банк может попросить какой-то QIC очередной, но на человеческом понимании и бизнес-понимании это не изменилось. Там в 2010-м, в 2008-м и так дальше, в 2012-м начало доверие идти уже не к людям, а вообще, ну, не к персоналиям, а как бы коллективам, командам, страновым каким-то понятиям уже начало прорисовываться, и это сильно помогало, можно было видеть, как это все происходит. А сейчас мы вернулись к персональным отношениям, то есть персональное доверие там и, по сути дела, репутационная составляющая, наверное, сейчас преобладает. А для молодых ребят это сложная история, конечно, потому что, ну, здесь совет либо обращать внимание на другие рынки, что сложно, потому что тот же американский рынок, наверное, самый потребляемый, ну, рынок, который потребляет больше всего инноваций, это я много раз говорил, до 85%, а то и 90% в первые там 2-3 года появления новой технологии, будь то искусственный интеллект, будь то и чего угодно вы назовите, приходится на потребление в Соединенных Штатах. Так устроено. Это вся страна, что там репутация, этот идет конкуренция за счет использования новых технологий. Вот, с этой точки зрения это трудно. Но есть другие рынки, да. Трудно пробовать себя в Китае, конечно, но самый такой быстрорастущий рынок, но если мы берем современный интернет преобразование, я не говорю там какие-то глубокие технологии, которые вряд ли будут использовать в Индонезии или в каких-то других местах, сегодня многие считают, что эти страны самые перспективные с точки зрения строительства вот этой самой цифровизации, да, то есть динамика цифровизации будет идти очень большими темпами. Ну, там, я плохо знаю Африку, на нее смотрят, но вот регион тот, он достаточно интересен. Там много людей, там, восприятие технологий, понимать, что за счет них можно бороться с коррупцией, можно бороться со всякими другими составляющими, и там весьма восприимчивая атмосфера. Мы там не работаем, ну да, но мы смотрим, как бы, вокруг, куда можно отправиться, куда пойти, потому что в любом варианте чисто, условно, это мост, там, из Восточной Европы, Центральной Европы или Европы вообще как таковой в Соединенные Штаты, но он такой, он загруженный, да, мы видим, что он загруженный. За нами пошли по нашей модели уже достаточно много компаний. Вот, другие вещи, то есть я изучал Китай, но в Китай я не рискую идти, потому что мы работаем в бизнесе B2B, B2B, Китай еще не готов к B2B, они предпочитают создать технологии у себя внутри, чем приобрести их. А B2C мы не знаем их культуры, и с этой точки зрения это очень рискованное мероприятие. Вы не можете назвать много международных компаний, которые стали успешными на китайской территории, поэтому надо высаживаться туда по-серьезному, это создавать китайский фонд из китайских людей, и это достаточно сложная история, то есть ментальности, там, доверие, это все равно, что в Японию идти, где надо десятками лет строить отношения. Все-таки европейцы, американцы, и мы сами более открытые и прямые в этом отношении, это значительно проще, мы же культурно, мы более близки по многим параметрам. Вот, поэтому с этой точки зрения, это мой опыт, да, это мой опыт, и я потратил достаточно много времени, поездок, знакомств, я знаю очень много там больших, достигших результатов людей, но это не дает мне возможности сказать, я завтра иду в Китай, там, куда-то. Вот, вот такая вот история. То есть получается, что нашим молодым ребятам, которые пострадали от каких-то международных отношений и стали токсичными внезапно, не имея к этому никакого отношения. Остается единственный путь, это в третий мир Африка. Ну, почему? Надо смотреть на многие вещи, ведь вопрос же амбиций, правильно? То есть всегда надо смотреть на амбиции, это одно из чего мы смотрим у предпринимателей, да. И я тысячу раз повторял, что у человека должны быть амбиции, если он на 30% выполняет свои планы, и он может гордиться собой. И с этой точки зрения, амбиции должны быть достаточно большие. С этой точки зрения, ну, как бы, можно по-разному на это смотреть, ну, какие ты амбиции перед собой ставишь. Если ты ставишь амбиции перед собой, там, пробиться на мировом рынке, ну, значит, ты можешь там делать шаги, ехать в те же Штаты, можешь ехать куда-то еще, можешь пытаться себя в Китае, если ты думаешь, что ты амбициозно, ты выучишь язык и будешь говорить на китайском и все остальное, потому что одна из проблем, это, естественно, это язык. Культуру ты не будешь, например, ловить правильно, но, по крайней мере, языковое общение даст тебе возможность что-то делать, ну, меньше ошибок делать, скажем. А с точки зрения второго, ну, вот, я считаю, что надо серьезно думать и про Россию, и думать, а можно ли что-то сделать здесь, и может ли что-то отсюда, наконец-то выйти за пределы страны. Не в рамках импортозамещения, а, как я раньше говорил, в рамках импортонападения, да, может ли что-то состояться, можно ли что-то большое. Поэтому с момента, как нам запретили, там, это произошло там в 15-м, или каком-то в 16-м году, ну, мы серьезно смотрим, а что делать здесь, ну, я, по крайней мере. Мечиско-оргентильный диссонанс. Вы не берете деньги, ну, инженерал, у российских инвесторов, вы не инвестируете в Россию. Почему мы с вами в Москве разговариваем? Что вы здесь делаете? А что я здесь делаю? Ну, потому что я смотрю, что можно делать в России. Мне это очень интересует. Во многом, ну, мне интересно, ну, и пандемия сыграла свою историю, да, я все-таки резидент не российский, с точки зрения там всяких налоговых и других вещей. Просто пандемия сыграла такую штуку, что я сюда приехал, встретился с одним человеком большим, и на следующие, через несколько дней объявили об этом. Да, эту встречу даже по телевизору показывали, по-моему. Да, ну, может быть. Мы вас видели. Ну, да. Вот, поэтому с этой точки зрения и там говорили о возможностях. Ну, что все-таки у меня, ну, не то что боль, но какое-то что-то внутри сидит, чувство, то есть у меня смешанное чувство. Я космополитичный человек, потому что я все-таки, как везде заявлял, я считаю себя украинцем. Я как бы вырос на той культуре и не говорил на русском, наверное, до 10-го класса, пока не решил ехать учиться в Москву. Поэтому, или плохо говорил на русском языке. Поэтому с этой точки зрения, ну, я космополитичен, да, и, ну, я здесь получил образование, я здесь как бы строил свою самую начальную карьеру, и было интересно. Так, вы приехали встретиться с президентом и застряли. Ну, да. И вам пришлось искать, что делать здесь? Нет, давайте... Короче, чем кончился карантин? Расскажите, уже фонд есть какой-нибудь? Нет, чем кончился карантин? Мы занимаемся сделками. Мы сделали, отсюда я сделал, там, как бы, там, три сделки. Сейчас четвертую делаем. Это не помешает делать сделки, да? Ну, может быть, российский фонд уже есть, уже что-то проинвестировано. Нет, кроме, кроме, кроме вот частных вещей, связанных с пресловутой маркировкой, которая, наверное, там, неленивый о ней что-то не говорил. Я не знал, что это вы придумали. Ну, вот видите, а как? Ну, вот видите, а значит, я многие вещи делаю, которых вы не знаете. Вот здорово. Ну, смотрите, когда-то в России я увидел, что Россия особенная страна с точки зрения, как бы, организации, скажем, бизнеса как такового, потому что здесь существуют, как правило, крупные бизнесы, и они часто смешаны с государством. Вторая, как и любая страна, в начальном таком развитии, Россия, то есть я часто приводил пример, в Калифорнии в 70-м году прошлого столетия, теперь уже можно говорить, да, инвестиции государства были 2 миллиарда долларов, инвестиции частного бизнеса 100 миллионов. И потом это очень сильно поменялось. Если до сегодняшнего дойти, то я думаю, что инвестиции государства там, если доросли до 5, то это хорошо, миллиардов, а частные где-то до 60, да, по это миллиардов. Поэтому вот это вот достижение этого пропорции можно за счет чего-то добиться и пройти. И эксперименты связаны с тем, что можно пойти на историю, которая выстроилась в том же... То есть первые опыты у нас были с онлайн-кассами, потому что для меня это была история, там я думал, вот сейчас я создам плацдарм для своих инвестиций в Россию. Ну и как раз наступил момент, когда мне уже запретили. И я там со стороны смотрел и думал, вот как классно, да, вот там новаторы появляются. И я понял, что это тема рабочая, да, тема рабочая, если можно выстроить какое-нибудь такое правило игры в вертикале какого-то рынка, и тогда начинается в нем расти инновации. И тогда вот эта идея маркировки родилась, да. Но важный результат, который она принесет, потому что чисто даже с инновационной части она может принести очень много вещей. И с этой точки зрения, если посмотреть на все, я всем говорю, там тоже вот маркировка есть, можно сделать умную аптечку. Вот, пожалуйста, вам бизнес сразу там рождается на ходу. Там можно сделать умный холодильник, потому что вы все свои покупки можете в реальном времени наблюдать, контролировать по срокам, датам и так дальше. То есть, приходя домой, вы знаете, что у вас есть все для борща, например, или не хватает чего-то для борща. К примеру, да, или там срок лекарств заканчивается, или что-то. Но самое главное, это может изменить совершенно логистическую систему доставки. Потому что если производитель видит полку магазина, то ему многие посредники, по сути дела, я не говорю про меншендайзеров, которые ходят по магазину, но если посмотреть посредников, то многие из них просто-напросто размоются. И в этом состоит сопротивление маркировки, собственно, всяких ассоциаций и всего остального, как мне кажется. Такая, да, немножко спандальная тема. Потому что все говорят, что увеличивается стоимость производства. На самом деле это ерунда, потому что на самом деле такая история приведет к снижению цен, либо перераспределение между производителем и ритейлом. То есть они, собственно, ясно, что они будут бороться и снижать цены. И с этой точки зрения это более выгодная история. Но это должны появиться компании. Это рождает новый вид логистических компаний и новый вид, по сути дела, цифровизации всей этой истории. Сейчас все это дело, даже маркировка лекарств, дает возможность понимать, что происходит в стране. Это выгода государства, что происходит с обеспечением людей и так дальше. Я уже не говорю о качестве, которое при этом приходится, потому что уходит этот левый неправильный бизнес, контрактное производство, которое непонятно, какие лекарства закуплены, какие там наклейки наклеены, откуда оно пришло. И с этой точки зрения это только лекарства. Приводил пример той же Африки, берег слоновой кости, производит 60% какао-бобов, а получает 7% приблизительно от стоимости, которую платит там Красный Октябрь при закупке. Это получается логистическая цепочка настолько извращена, что если ребенок на плантации 50 центов зарабатывает и никогда не ел шоколад, то нам всем должно быть стыдно за это дело. И решение прослеживаемости и маркировки, она такая социально большая задача, не только там в масштабах страны, но и в масштабах межстрановых отношений. Это понятно, многим будет не нравиться. А вы в это инвестируете? Или это просто... Да, у нас ни копейки госденег не принято. Сейчас мы взяли, естественно, кредиты, как это положено в бизнесе, но тем не менее суммы очень большие, которые сегодня ушли туда. Но я верю, что это нормальная история. Какова ваша доля в этом проекте с маркировкой? Ну, доля, это не скрывается нигде, 25%. А роль? Вы как стартапер участвуете или как инвестор? То есть вы это придумали? Это больше похоже на фаундера? Да, ну, своего рода да, конечно. То есть вы придумали, пришли к инвестору, получили деньги, долю? Нет, почему? Я вложил свою долю 25%. В России так не принято. В России ты должен участвовать на равных... Есть такое понятие долевого финансирования. Это несколько другая вещь. Оценка капитализации, это такая история сложная, еще для привыкания российской. Нет, мы как бы участвуем, работаем. То есть я в совете директоров, выполняю функцию такую. Конечно, я не занимаюсь операционной деятельностью в компании. Как вы рассчитываете? Сколько будет стоить эта компания? Это будет единорог? Ну, если так посчитать, если брать ее по параметрам расходов, доходов и всего остального, то она уже единорог, если по таким понятиям. Другое дело, что ее сложно капитализировать. Ее сложно капитализировать, потому что я поэтому и говорю, что капитализованными будут возникать компании, которые будут решать на основании созданной вот такого стержня, который создает там онлайн-кассы, или создает там условно маркировка, или может создать какие-то другие там направления, она создает достаточно сильный проблемный запрос на инновации. И тогда будут возникать эти компании, которые смогут участвовать в этой цепочке. Ну, как пример, в одном из разговоров, опять же, с великими мира СИО или этой территории, я сказал, вот как стимулировать там развитие той же электроники. Но давайте сделаем, что если у нас строится 125 квадратных миллионов жилья каждый год, ну, по плану, давайте мы не будем сдавать ни один метр без наличия условно-интеллектуального дома. Да, вот не будем сдавать и все. И выработаем требования, когда это простимулирует развитие российскими разработчиками чего-то, но это не за счет покупателя квартиры, а за счет сервиса, который кто-то будет предоставлять этим жильцам и живущим в доме. Это вот вы сейчас посоветовали? Ну, недавно, да, назовем так. И я этим заниматься, естественно, не буду. И даже если я буду как-то там анализировать что-то, то никакого моего участия быть не может. Но это подход, да, который может дать тому, что появится не просто разговор об искусственном интеллекте, а реально простройка искусственного интеллекта во все, как сказать, эти сдаваемые квадратные метры, а то переводить уже в старое жилье. Но это большой такой, может быть, толчок в этом направлении. Можно придумать множество других вещей, которые имеют на это основание. Давайте скажем, давайте мы будем строить умные дороги, только умные дороги. Да, там много конфликтов между всякими ведомствами и так дальше, их надо разрубать. Но если я ставлю задачу, что дорога не сдается у меня без оптоэлектронного кабеля с большой пропускной способностью, связью и со всеми делами, то через какое-то время мы реально будем готовы к тому, чтобы у нас автономный транспорт двигался по этим дорогам, и дроны летали, и все остальное. Что еще вы посоветовали? Я так смотрю, у человека влиятельный. Маркировка у нас уже есть. Да я не совсем влиятельный. Кто бы мне дал бы сделать маркировку? О чем вы говорите? Какой же я влиятельный? Ну вам же, да? Ну это же не мне, там появились мои партнеры. Вы привлекли правильного партнера. Назовем это так. Ну, даже ни одного. Поэтому с этой точки зрения, это вопрос, чего посоветовать. Да, надо привлекать правильных партнеров. Все, что я могу сказать. Что вы посоветовали президенту еще, кроме умных домов? Да я не советую президенту. А зачем он вас? Он же вас собирал, чтобы вы советов надавали наверняка. Нет, он нас собирал по поводу инвестиционного бизнеса. Мы говорили о вещах, которые там публично освещены. Мы говорили про инвестиционный бизнес, что надо создавать фонды фондов, надо делать то-то, то-то, там, пятое, десятое. Ну, какие советы от нас? Мы такие маленькие люди, незаметные люди. Что вот это? Ну, конечно, да. Хорошо. Если перейти немножко в другую отрасль к вам, вас что, вот вас, вас лично как человека сейчас, какая больше всего проблема волнует? Как человека, ну нет. Ну, это очень сложный вопрос. Да, потому что... Ну, я имею в виду из глобальных каких-нибудь проблем. Не из личных, а вот из... То есть и не венчурных. Ну да, ну я не знаю, там, потепление. Не, ну это у меня... Еще там что-нибудь. Ну, в соответствующей зрении, у меня... Мировая бедность. Понимаете, бедность, это... Я же сказал про бедность. Про бедность я сказал. Мировая бедность меня в каком-то смысле волнует. Она волнует. Я вижу, что такие проекты как раз, которые такие сквозные, вертикальные, они могут что-то менять. Ну, мне хочется верить, да, по крайней мере. Поэтому для меня маркировка, ну, такое стало больше социальным проектом. А, то есть и способ борьбы с бедностью еще в том числе. Да, да. Это для меня стало, ну, в международном плане, в первую очередь. Это стало для меня каким-то таким социальным взглядом на это дело. У меня на это не хватает там сил и возможностей. Но когда мы разговаривали на эту тему, я разговаривал и с Европейским банком развития, и с этим международным валютным, или как он называется, ну, Волкбэнком, то они все, как бы, им очень нравится эта тема. Им очень нравится, потому что если ввести регулирование в этих странах за счет денег, и ввести что-то, то можно что-то сделать весьма большое для многих стран на земной планете, где особенно ресурсные страны. Вот, и с этой точки зрения, да, но как бы, но проблема токсичности российских историй, да, как их туда вывести, вот это весьма сильно волнует. Делать какое-то отчуждение, это будет несправедливо и неправильно. Вот, ну, в общем, как бы это вот такая тема. Из таких более глобальных тем, ну, давняя моя тема, там есть эти ребята, которые пытаются бороться с астероидами. Вот недавно прилетел тут очень близко, в величину есть футбольное поле. Боитесь астероидов? Я не то, что боюсь астероидов. Я верю людям, которые технически считают и рассчитывают, и ведут множество моделей относительно возможных угроз, там, в 29-30-м году, в 32-м году, относительно приближения на очень критическое расстояние. Подождите, на что, конец света ждет в 29-м году? Не, ну, тунгусский метеорит какой-нибудь, ну, почему? Ну, что-то может случиться, да, и с этой точки зрения, и потом, как бы вы не забывайте, что множество там лет земля получала удары, если так уж брать там по всяким геологическим другим исследованиям, то, ну, наверное, что-то может случиться, и если они считают и рассчитывают, то эта история, ну, весьма такая, то есть не добывание на них ископаемых меня интересует, а то, чтобы это произошло безопасно для... То есть какая-то система предотвращения? Ну, это больше система расчетов, да, то есть потому что, если вы заранее рассчитали, то вы можете что-то сделать, да, потому что вы можете чуть-чуть изменить. А, ну, то есть можно людей эвакуировать? Нет, можно чуть-чуть изменить траекторию небесного тела. Ну, каким образом? Ну, что вы? Ну, ракету запустить туда? В том числе, да, конечно. Мне казалось, это из фантастических фильмов какая-то история. Нет, нет, это серьезные люди. У меня есть друзья-астронавты, они над этим работают очень давно. А вы в это инвестируете или вы в это просто посматриваете? Нет, я туда свои деньги даю иногда. Ну, как бы я не могу очень много давать, но что-то даю. То есть я вхожу в Founding Socles, так называемый. И там есть такой Эдвард Лу, который был в космосе пять раз, очень талантливый инженер, и все. Он, собственно, построил Google Street View, руководил этим всем. Он над этим проектом просто работает. Это его жизнь прямо, да. У него... Он летал два раза на Союзе или три раза на Союзе. Выучил русский язык за шесть месяцев. Ну, вот. Очень талантливый такой китайского происхождения. Ну, китайского происхождения, но родившийся в Америке. Очень интересный человек. Вот. И Расти Швайкард, который уже в возрасте, но он летал к Луне туда еще в первых этих... Там, Аполло-10, что ли, или 9, я уже не помню. Вот такие забавные люди, которые лидируют этот проект. Вот. Есть такой Asteroid Day каждый год. Вот. Интересно. Ну, это такие вот, потому что как-то я считаю, что либо надо помогать либо конкретным людям, которых ты знаешь, либо надо помогать чему-то более глобальному. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!